Как допускается вообще такое огромное количество просроченного товара? Не хватит рук. Нет, на две позиции. Не хватит рук. Торгуют просрочкой и не краснеют. Продавцы крупного сетевого магазина на Зубчининовском шоссе явно не ожидали, что им придется списывать товары с истекшим сроком годности, но их планы разрушили ревизоры. Участники внепланового рейда нашли на полках некачественные яйца, кофе, орехи, рыбу, лимонад, соусы и печенье. По словам проверяющих, подобные нарушения не редкость. Недобросовестных продавцов не пугают крупные штрафы и совершенно не беспокоят здоровье покупателей. Был куплен товар на две с лишним тысячи рублей просроченного. Соответственно, также в данной торговой точке мы отбирали молочную продукцию, мясную продукцию на контрафакт. Отобрали молоко, кефир, сметану, фарш говяжий с виной и колбасы гостовские. Молоко, масло и фарш местного производства отправили на лабораторные исследования. Экспертам Роспотребнадзора предстоит проверить продукты на качество. Сегодня была именно выбрана Кировский район, окраина, куда люди выезжают на дачу, на природу. Магазин находится на выезде из города. Поэтому дополнительно еще мы взяли и мясную продукцию, те же шашлыки, люди которые покупают. Просроченные товары не единственное нарушение, на которое обратили внимание ревизоры. На одной из полок вместе с натуральным сливочным маслом лежали спреды – продукты с заменителями молочного жира. Продавцы таких тонкостей законодательства не знали и вводили покупателей в заблуждение. Масло в одном месте находится. А по закону? По закону не могу сказать. Не в курсе, да? Ну, вам для справки в разных. Они не могут находиться в одном и том же месте. У вас здесь и с заменителем, и без заменителя. Продавцам ничего не оставалось, как начать устранять нарушения на глазах изумленных покупателей. Натуральное сливочное масло и спреды начали раскладывать по разным полкам, но халатное отношение к работе им просто так с рук не сойдет. За торговлю просроченными продуктами владельцев сети могут привлечь к административной ответственности. Штрафы более чем внушительные – от 350 тысяч рублей. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.